Пуэртово Ярта Пуэртово Ярта это популярное курортное место, раньше это была рыбацкая деревушка, раньше это имеется ввиду лет 50 назад, а сейчас это современный курортный и очень популярный город, быстро развивающийся. Ему известность принесли голливудские деятели, в частности Ричард Бертон, который снимался в главной роли в фильме «Ночь игуаны», он вышел на экраны в 1964 году и прославился не только главными героями Адой Гарднер и Ричардом Бертоном, но и тем, что Ричард привез туда свою невесту, которую звали Элизабет Тейлор. Вскоре они поженились, а во время съемок они проводили время на этом побережье. И вот после прилета мы выходим на балкон нашего номера, а находится он на шестом этаже, причем это не гостиница, а жилой комплекс, кондоминиумы. Но жильцы этого кондоминиума, естественно, сдают свои квартиры приезжающим, потому что сами они живут там, может быть, недели две в году. Внизу находятся все удобства, бассейн, джакузи, ресторан, естественно, пальмы и безбрежный вид на Тихий океан, потому что там за горизонтом уже только Япония. Нужно сказать, что мы впервые проводили отпуск неактивно. Обычно мы берем машину, разъезжаем, смотрим всюду. Но тут был такой вид, такая нега разливалась во всем воздухе, во всем море, и не хотелось вообще никуда ни ехать, ни идти, ни даже плыть, а просто сидеть и наслаждаться покоем, что мы делали в течение практически всех девяти дней нашего небольшого отпуска. Никогда не думал, что можно вот так просто приятно проводить время, не делая абсолютно ничего. Мы жили на шестом этаже, но это со стороны моря, а со стороны суши вот наш шестой этаж, и он выходит как раз на уровень поверхности. Очень удобно. Взял и вышел. Там на скале гостиница, которая называется Игуана, а здесь остановка автобуса, на котором мы и поедем в очень скором времени, собственно говоря, в Пуэрто-Воярто, потому что мы сейчас находимся на расстоянии примерно километров 50 к югу от основного города. И вот мы в Пуэрто-Воярто, и можем сейчас полюбоваться жизнью курортного мексиканского города. Это рынок, он двухэтажный, и тут предлагается огромное количество товаров, тут же можно и перекусить, и даже выпить. Музыка. 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 Апрель, когда мы приехали, это был пик сезона. Температура здесь не очень жаркая, примерно градусов 28 днем и 17 ночью, то есть можно ходить довольно комфортно. Не нужно не укрываться зонтиком, не надевать на себя теплые куртки ночью. Единственное, что нужно было делать, это крыто храняться от солнечных ожогов, потому что если побудешь над солнцем хотя бы час, то уже кожа покроется болдырями. Музыка. Ну, если это простую меру предпринять, то это сплошное наслаждение. Дожди здесь идут примерно с июля по октябрь, и то дожди не очень такие сильные. Вот эта церковь, знаменитая церковь Иглесия де Гваделупа, это украшение всего города. Иглесия по-испански означает церковь. Это наше уже пятое путешествие в испаноязычную страну, и за это время удалось довольно хорошо выучить испанский язык. Хорошо в смысле можно было общаться с обслуживающим персоналом и с другими людьми, тем более, что половина из них владеет немножко английским, а я владел немножко испанским. И, в общем-то, затруднений в общении никаких не происходило. Это центральная часть города, и океан находится сейчас слева от нас. Вот там, где отели, отели и другие жилые комплексы для отдыхающих. А справа магазины, обслуживание, рестораны и все прочее. Это основная магистраль Куэртовой яхты. Она заасфальтирована, но дороги в самом городе, они в основном выложены брусчаткой, и машина довольно сильно трясет, когда едешь. И здесь очень увлекаются еще лежачими полицейскими. Это настоящее бедствие. Через каждый километр машины тормозят, образуют пробки и медленно-медленно переваливаются через этих полицейских. Тем более, выкрашены они довольно непривлекательный, я имею в виду непривлекающий фляд цвет. Поэтому в расположении их местные водители должны знать наизусть. Чуть-чуть задеваешься, и тебя тряхнет довольно сильно. Но наш водитель профессионал, и никаких неудобств нам не доставил во время этой короткой поездки. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Здесь довольно оживленно. Как в смысле транспорта, так и в смысле народа. Мы потом покажем эту же набережную со стороны воды. Мы совершили путешествие на лодке вдоль и вдоль города, поэтому посмотрим, как мы сейчас изнутри. А потом с лодки посмотрим этот же город снаружи. Вот мы выезжаем уже практически из Бердовоярды. Вот пробка, которая вас предупреждала. И тут же огромное количество справа отелей. А слева вилы для довольно зажиточных людей. Ну, наверное, здесь живут и звезды Голливудов, потому что некоторые вилы, я бы сказал, роскошные. Со своими бассейнами, водопадами туда водят экскурсии. Мы на такой экскурсии были в 2013 году. Это наше второе путешествие в Квартовой Ярту. А первое было четыре года назад. Но за это время в экономике произошли большие изменения. В частности, песо по отношению к доллару упал с 10 песо за доллар до 18 песо за доллар. Конечно, для туристов, таких как мы, это хорошо. А для мюзиканцев, наверное, не очень. Все, что находится справа, скрыто за зданиями, это Тихий океан. Вот сейчас мы его увидим. Там впереди можно увидеть острова, возле которых место нашего обитания нынешнее. А это все построенные и бурно строящиеся здания. Включая даже искусственные пляжи и искусственные волнорезы для удобства отдыхающих. Видите, сразу туда идет спуск к океану. Если остановиться и прогуляться вдоль этих зарослей, то очень часто можно увидеть довольно больших игуан. Ну, примерно метр длиной вы видели таких. Музыка. 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 Вон там впереди можно увидеть острова, мимо которых мы проплывем скоро на лодке. Музыка. здание довольно однообразно потому что сюда никто не выглядывает все окна и балконы выходят на океан вот из квартовой арты мы вернулись это коридор лифт и лестница по которому спускались с шестого этажа и поднимались на шестой этаж каждый день по несколько раз ну и грешно не делать этого когда пляж буквально в двух шагах когда выходишь с первого этажа здесь же бар причем народу очень немного даже в этот пиковый сезон почему-то этот комплекс не пользуется очень таким бешеным успехом так что нам повезло его найти и все это стоит очень недорого это мексика не удивительно самое смешное что при наличии океана прямо здесь в основном публика попалась в бассейне и в джакузи это феномен который невозможно объяснить это наш балкон со стороны пляжа это спуск на пляж причем когда проходишь то справа лестница ведущая на пляж а слева ресторанчик очень удобно там можно поесть и даже заказать еду в номер все это вкусно свежая пища и самое замечательное что абсолютно дружелюбное обслуживание лексиканцы конечно чрезвычайно дружелюбный и искренне и всегда в их улыбку и в их радушие веришь вот эти зонтики и шезлонки принадлежат нашему отелю то есть посторонним здесь как бы нежелательно быть ну точно так же как и нам нежелательно быть в тех шезлонгах которые откроют сейчас перед нами этого гостиницы который называется барселло там если сядешь на этот шезлонг подходит уже вежливый служащий просит вас отсюда убраться об этим камушкам залитым бетоном в нужных местах чтобы нам было легче ступать мы выходим на океанский песок лазурной воде а и Субтитры создавал DimaTorzok Пройдя вдоль отеля Барселла, куда нам тоже нежелательно заходить, только для проживающих, можно выйти к тем шезлонгам, которые впереди. Эти крыши, под ними уютятся ресторанчики и массажные салоны. А лодки эти для отдыхающих. Причем, если посидеть на пляже, к вам обязательно подойдут и спросят, не хотите ли вы на лодке проехаться на рыбалку, на купание с трубкой и с маской, или в любом другом направлении, по любому другому маршруту. Это наш комплект был, это отель, а там наверху находятся отели и частные виллы. Причем, интересно, у них какой-то арабский такой или мусульманский стиль, видите, похоже на минореты, вот эти купола. Кроме цапель, здесь еще обитают два интересных вида птиц. Я их покажу немножко позже. Это самые изящные птицы, которые вы никогда не угадаете какие. Они называются пеликаны. Их полет это просто образец, символ грациозности. А вот эта птица называется фрегат. Тоже необычайная по своему контуру птица, очень красивая, в полете. На суше они довольно уродливые, с такой выпуклой адутловадой, я бы сказал, грудью. Фрегатов можно отличить от пеликанов по их раздвоенному хвосту. Вот сидя на таком шезлонге. Вы можете наслаждаться покоем практически целый день. К вам будут подходить вежливые официанты, приносить вам еду, напитки, если вы пожелаете. А если вы устали, можно подняться по этим камням, опять по этой лесенке. Там такая приветливая железная дверь, открывающаяся только нашим ключом. Или посидеть здесь, под покрытыми пальмами зонтики, шезлонги, и понаслаждаться шумом прибоя. Или полюбоваться вот этими маленькими зверьками. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А это над нами уже летят пеликаны. Тут их очень много. Тут есть целый остров, где мы побываем. Где они гнездятся, я бы сказал. А сюда прилетают ловить рыбку. Тут прибой иногда выбрасывают рыбу мелкую на берег. И ее просто подбирают местные ледишки и рыбаки, используя в качестве насадки. А пеликаны, естественно, не теряются, а ловят ее себе на ужин. В один из дней мы решили пройтись в местную деревушку, которая называется Мисмалойя. Мама-Лучия – это место, где гонят токилу. Мы там еще побываем. А в настоящий момент наш путь лежит к знаменитому ресторану. В этом ресторане мы решили побывать еще заранее. Когда только готовились к путешествию. Зарезервировали столик. И оказалось, что сделали это совершенно напрасно. Потому что на всех трех этажах ресторана мы были только вдвоем. И примерно четыре человека, включая повара и двух официантов, нас обслуживали радостно, с улыбками, приветливо. В общем, все это было просто-просто превосходный. Совершенно такой опыт у нас был. Прекрасный вид. Пол необыкновенный. Он покрыт песком, толстым слоем песка. Вид на деревушку Мисс Малойя. Вот это внутри ресторана. Это оригинальный способ охлаждения бокалов. Там внутри кубики льда. Меню здесь нет. Он приносит нам блюда с выбором наличных продуктов. Все свежайшие, все выловленные только сегодня. И рассказывает, что это лобстер, это креветки в беконе, это морской окунь и так далее. Но в результате говорит, я думаю, вам подойдет набор всего этого. Как называю, seafood plate. Ну, мы его и выбрали для двоих. Прибавив ему щедрую порцию охлажденного белого вина. Еще раз экскурсия по этому блюду. Чтобы мы его поняли, что именно мы заказываем. Чтобы мы не были лохами. Ну вот, заказали. Все, блюдо вносится. Оно же меню. И через некоторое время доставляется нам этот самый seafood plate. Это закуска пока что. А вина приносят в таких бокалах. А в маленьких рюмках это добавка к этому вину. Как говорят, это бесплатно вам. После такого замечательного обеда мы отправляемся прогуляться по деревушке. Где, к удивлению, встречаем парочку американцев, которые там живут. Они туда переселились. Но по-испански не говорят. Мы пытались заговорить с ними по-испански. Но они обвискнули полное непонимание языка. Вот название деревушки. Мисс Малойя. В фильме «Ночь игуаны» Ричард Бартон так и говорит. Я вас привезу в лучшее место в Мексике. Вот в нем мы и находимся. В фильме «Ночь игуаны» Ричард Бартон. «Ночь игуаны» Ричард Бартон. А это вход в зоопарк. Маленькая деревушка, мисс Малойя, но в ней есть зоопарк. Куда мы не пошли, но детишек водят туда отдыхающие. Наверное, там интересно. Нас интересовал только один зверь. Вот он. Демонстрируется на входе. Это мост, ведущий в зоопарк. Он идет через реку. Река идет к океану, но метров за 50 до океана вдруг она заканчивается. И совершенно непонятно. Или она уходит в песок, или просто образует небольшой пруд. Но в океан она не впадает. И слава Богу. Это забор зоопарка. Вот пеликан прилетел, сел на ветку. И будет там сидеть довольно долго, пока не увидит какое-то движение в воде. После этого он слетает, безошибочно ловит рыбу, помещает ее в свой, знаете, у него под клювом такой мешок. И потом из этого мешка достает и проглатывает. Я пытаюсь его подкараулить, когда он слетит и ренится на свою добычу. Ну, давай, лети уже, наконец. Ну, вот, сорвался и камнем обрушивается в воду. Сидит, проглатывает. И проглотив, взлетает. А может быть, несет ее своим детишкам, потому что остров, где они гнездятся, находится вон в том направлении. А вот и день нашей экскурсии. Вот лодка, которую мы наняли. И когда я им хотел помочь эту лодку сталкивать на воду, я был очень вежливо оттолкнут оттуда, не мешая нам зарабатывать свои деньги. Они дружно, тот же человек, 10, наверное, эту лодку вкатывают в воду. Ночь-то она проводит на берегу. Несмотря на то, что тут большая конкуренция, но, тем не менее, ведут себя они очень дружелюбно друг по отношению к другу. Вот наш гид, он же владелец лодки. Это ваш покорный слуга. Наш, не наш, а вот соседний отель Барселло, вид с воды. Сейчас мы увидим и наше жилище. Вот оно, корпус наш, который в середине, один из трех. И вот, пройдя между теми островами, мы отправимся в путь к побережью Куэртово-Ярты. Все путешествие у нас заняло около двух часов. За поворотом другие дома, которые тоже сдаются в аренду. Вот этот большой дом живописный, он примерно 10 спален. И он сдаётся в аренду тоже самое посуточно. Никаких наворотов, типа радиолокаторов. Эхо-лотов и так далее, на этой лодке нет. Вместо этого есть только память и опыт нашего лодочника. Он знает всё это дно наизусть. Вот почему я так крупно снимаю, пытаюсь найти птиц, а именно пеликанов, которые здесь гнездятся. Мы их всё-таки увидим. Это называется почему-то дьявольский грот. А вот скала, которая выходит сейчас там из-за поворота, называется просто черепаха. И по-испански тортуга. Тортуга. Здесь мы сделали небольшую остановку. И, как вы увидите, не зря. Вот впервые я увидел селфи в воде. Человек нырял с маской и трубкой и снимал с себя на сотовый телефон. Это мы остановились покормить рыбок. Это не аквариум, это океан. Редактор субтитров А.Семкин А вот там пеликаны. Если можно присмотреться, то можно увидеть взрослых птиц и птенцов. Как сказал наш лодочник, они всего лишь неделю от роду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Лодочник сделал вид, что ведет лодку прямо в этот грот, а там довольно сильное волнение. Но потом, видимо, уловив волнение на наших лицах, решил не подвергать нас опасности. Берли не нас, а нашу нервную систему. Ох, я ошибся. Это был не Дьявольский грот. Дьявольский грот идет впереди. Почему называется Дьявольским? Там вроде бы такой силуэт этой пещеры с рожками наверху. Ну и завлекаловка для туристов. Сейчас мы будем проходить с юга на север от Мисмалойи к Пуэрто-Воярто. И увидим все построенные и строящиеся отели, естественные и искусственные пляжи. Посмотрим все то, что мы уже видели с той внутренней стороны. Вот это вышка. Это для прыжков. Это, как называется, бейс-джампинг. Нет, не бейс-джампинг, но по-другому немножко. Знаете, когда вас привязывают резиной за ноги, и вы ныряете и достигаете почти уровня воды. Вот специальная такая вышка. Но она простаивает. Мы никогда не видели, чтобы кто-то рискнул с нее прыгать. Вот, обратите внимание, небоскребы вроде бы. По местным стандартам, а на верху такие домики с крышами, покрытыми пальмовыми листьями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот катамаран идет из Пуэртовой Арты просто на прогулку. Чем хороши прогулки в этом заливе, особенности в месяце март-апрель, тут много очень китов. И поэтому, если проехаться по заливу, то можно увидеть и китов, и целые китовые выводки с малышами. Их находится в месяце пик до 800 особей в этом заливе. Так что трудно проехаться, чтобы не увидеть кита. Но для этого нужно немножко глубже в океан зайти, чем мы заходили. Сейчас у нас такое каботажное плавание. Субтитры Алексею Дубровскому Это катамаран с комфортом. Субтитры Алексею Дубровскому И вот, собственно, город. Вот это южная часть Пуэртовой Арты. Это все частные виллы и квартиры. Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Это, собственно, самый центр города. Вот там фигура дельфина была. И вот это набережная, которая ведет по центральной части. И самый центр – это такая пристань, пирс, куда мы сейчас как раз и подъезжаем. Субтитры Алексею Дубровскому Ирина Дубровскому Ирина Дубровскому Ирина Дубровскому Ирина Дубровскому Ирина Дубровскому Вон там по носу лодки можно видеть такие высокие здания. Ирина Дубровскому 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 Ирина Дубровскому